Сатана, как сказал я, святым крещением извергается из души, но ему попускается по указанным выше причинам действовать на нее через тело. Благодать Божия вселяется в самую глубину души, то есть в ум, ибо, как говорится, вся слава дочери царя внутри, невидимая для бесов. Почему, когда тепло воспоминаем о Боге, то чувствуем, что Божественная любовь как бы потоком исторгается из самой глубины сердца нашего. Духи же злые на чувства телесные нападают и в них гнездятся. Удобно действовать через подручную им плоть на тех, которые младенчествуют еще душою. Таким образом, ум наш по Божественному апостолу всегда соуслаждается закону Духа. Чувства же плотские охотно увлекаются сластолюбивыми склонностями. Оттого в тех, которые ревностно преуспевают в ведении благодать через чувство ума и самое тело, обвеселяет радованием неизреченным. Когда же нерадиво и беспечно течем путем благочестия, то бесы, находя нас такими, пленяют душу нашу через чувство телесное насильственно, влечая ее к тому, чего она не хочет убийцы. Восемьдесят Слово обличает таковых, что они мудрствуют не согласно со святыми писаниями. Ибо так, как Бог Слово, всей свет истины, благоволив явиться тваре во плоти своей по безмерному человеколюбию своему, вожег в нас свет святого ведения своего, мудрование же мира не объяло, то есть не познало сего света Божия, поскольку мудрование плотские вражда на Бога, то по этой причине Богослово употребил такое слово. И затем, сказав еще несколько слов, наводит сей дивный муж, был свет истины, который просвещает всякого человека грядущего в мир, вместо руководит и животворит. В мире был и мир, им был, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, дал им власть быть чадами Божьими, верующим во имя его. И премудрый Павел в объяснение этого же речения не пришел, то есть не познали, говорит, потому что не говорю, что достиг или совершился, но не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Итак, не о сатане, говорит Евангелист, что он не познал света истинного, потому что он от начала был чушь его, но достойно порицает этим словом людей, которые, слыша о силах и чудесах Божиих, не хотят, однако же, приступить к свету ведения его по причине омрачения сердца их. Слово «ведение» научает нас, что есть два рода злых духов, одни более тонкие, другие более грубо вещественные. Тончайшие воюют на душу, а грубейшая плоть обыкновенно пленяют посредством срамных неких сластных движений. Почему всегда друг другу противятся духи, на душу нападающие дух, нападающие на тело, хотя к тому, чтобы вредить людям, равные имеют рвение. Когда благодать не обитает в человеке, духи злые, наподобие змей, гнездятся во глубине сердца, не давая душе воззреть к вожделению добра. Когда же благодать сокровенно возобитает в уме, тогда они, как облака некие темные, промелькают по частям сердца, прообразуясь в страсти греховные, и в призрачные мечтания разнообразные, чтобы через воспоминания, развлекая мечтаниями ум, отторнуть его от собеседования с благодатью. Итак, когда мы духами, на душу нападающими, к душевным разжигаемся страстям, наиболее же к самомнению и гордыне всей матери всех зол, тогда, приводя на память разложение тела своего, устыдим это надменея словолюбивого самовозношения, то же должно делать и когда бесы на тело воюющее подготавливают сердце наше к воскипению срамными похотями, ибо это одно воспоминание сильно расстроить всякие покушения злых духов в связи с памятью Божией. В случае же, если по поводу такого воспоминания душевные бесы начнут влагать мысль о безмерной ничтожности человеческого естества, как бы какого достоинства не имеющего, по причине разложения плоти, ибо так любят они действовать, когда кто начнет их самих мутить такими помышлениями, приведем на память честь и славу небесного Царствия, не забывая при этом держать в мысли и грозность нелицемерного суда Божия, чтобы тем младодушное нечаяние предотвратить, а этим легкому и скорому на похоть и сердцу нашему придать твердости и силы к противостоянию. Господь научает нас во Святом Евангелии Своем, что когда сатана, возвратясь, найдет дом свой выметенным и пустым, найдет, то есть сердце бесплодным, тогда берет других семь духов, злейших его, входит в него и гнездится там, делая последнее состояние человека того хуже первого. Отсюда надлежит уразуметь, что пока Дух Святой обитает в нас, да то ли сатана не может войти во глубину души, и обитать там. Но и Божественный Павел учит такому же пониманию с его воззрения на это дело, когда из подвижнического опытного сведения увидит существо дела этого, каково то есть оно и как есть воистину. Так говорит он, соуслаждаясь закону Божию по внутреннему человеку, но в членах моих вижу иной закон, противящийся закону ума моего и приняющий меня законом греховным, сущим в членах моих. А преуспевших же в жизни по Духу говорит далее, «Не едины же ныне осуждения, сущим во Христе Иисусе, не по плоти и ходящим, но по Духу, ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». И в другом месте опять, чтобы показать, что из тела воюет сатана на душу, соделавшуюся причастницей Святого Духа, говорит он, «Станьте же, припаясь в чресло вашей истинной и облегшись в броню правды, обувши ноги, в готовность благовествовать мир, а более всего, воспримите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения воспримите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Но иное дело есть пленение и иное борьба. Так как то означает насильственное некое взятие в свою власть, а это указывает на равносильное противоборство, почему апостолы говорят, что дьявол огненными стрелами нападает на души, Христа Господа в себе носящие. Ибо и обыкновенно так бывает, что кто не может руками достать своего противника, тот употребляет против него стрелы, чтобы издали ведущего с ним брань врага, уязвить полетом стрел. Так и сатана, поскольку не может, как прежде гнездиться в уме подвязающихся по причине присутствия в нем благодати, то как гнездящийся в стере налетает на похотную мокротность, чтобы ее влечением престить душу, почему надлежит иссушать тело, чтобы он похотной мокротой влекомый не поскользался на приманке сладострастия и не падал. Из самого старания апостольского легко убедиться, что ум подвязающихся состоит под действием божественного света, почему рабствует закону Божию, и иссо услаждается ему, а плоть по своей падкости на зло злым подчиняется духам, почему влечется раболепствовать их злым внушением. Из-за этого само собой видно, что ум не есть некое общее обиталище для Бога и дьявола. Иначе как бы я умом моим работал закону Божию, а плотью закону греховному, если бы ум мой со всей свободой не противоборствовал демонам, охотно покорствуя благому действию на него благодати, тогда как тело в то же время увлекается приятной вонею бессловесных сластей, по причине, как я сказал, попущения, гнездиться в нем у подвязающихся злым духом. Апостолы говорят, зная, что не живет во мне, то есть во плоти моей доброе, таким образом у тех, которые посредством подвигов противостоят греху, ибо апостол говорит это не о себе, демоны с умом борются, а плоть разнеживающими приятными движениями стараются расслабить и увлечь к походствованию. Ибо им по праведному суду попускается укрываться во глубине тела и у тех, которые крепко подвизаются против греха, потому что произволение человеческого мудрования всегда состоит под искусом. Если же кто может еще в этой жизни посредством подвижнических трудов умереть, тогда он весь, наконец, сделается домом Святого Духа. Ибо таковой прежде смерти уже воскрес, каковым был и сам блаженный Павел, и каковым и были, и бывают, все совершенным подвигом подвязавшиеся и подвязающиеся против греха. Износит в сердце и само из себя помышления добрые и недобрые. Впрочем, помышление недоброе произвращает оно не из естества своего, но иные из них имеет оно, потому что память о недобром обратилась в нем в навык по причине прежних прельщений. Большая же часть их, и при том наиболее злых, зачинает он от злодейства демонов. Мы же все их чувствуем исходящими как бы из сердца. Почему некие подумали, что в уме нашем вместе пребывает и благодать, и грех? Приводя в подтверждение всего и слова Господа, а исходящее из уст, из сердца исходит. И это оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния и прочее. Не знают же они, что ум наш по действу тончайшего некого есть чувства, и тех злых помыслов, которые влагаются в него злыми духами, делаются собственником, так как по действу плоти тело, падкое на угождение себе, на это более не знаем, как увлекает душу по причине срастворения своего снею. Ибо плоть безмерно любит ласкательство прелести. По сей причине и помыслы, всеваемые в душу демонами, кажутся исходящими из сердца. Усвояем же мы их себе, когда вожделиваемся услаждаться ими, что укоряя Господь, как само божественное являет слово, и изрек выше приведенные глаголы. Ибо когда кто соуслаждается помыслами, лукавым сатаною в него всеваемыми, и память о них как бы написует в своем сердце, не явно ли, что потом он из собственной своей произвращает их мысли? Господь говорит в Евангелии, что сильный не может быть извергнут из дома своего, если сильнейший его не свяжет его и не расхитит всего, что у него, и не выбросит его вон. Как же может после такого посрамления этот изверженный опять войти внутрь и пребывать там вместе с истинным домовладыкой в своем доме упокоивающимся, как ему благоугодно? И какой царь, победив восставшего против него тирана, захочет, чтобы он вместе с ним вращался в его царских покоях? Не более ли тотчас заколит его или связав преда с своим воином на должайшее мучение и жалчайшую смерть? 85. Если кто на том основании, что мы совместно помышляем и о худом, и о добром заключает, что Дух Святой и Дьявол вместе обитают в уме, доведает таковы, что сие случается с нами от того, что мы не вкусили еще и не увидели, как благ Господь. Ибо на первых порах, как я и выше говорил уже, благодать сокрывает свое присутствие у крещаемых, ожидая произволения души. Когда же всецело обратится человек к Богу, тогда она неизреченным неким чувством открывает сердцу свое присутствие и опять ожидает движения души, попуская между тем бесовским стрелом достигать до самой глубины ее чувства, чтобы она с теплейшим произволением и смиреннейшим расположением взыскала Бога. Если вследствие сего начнет наконец человек с твердой решимостью подвигаться вперед в соблюдении заповедей и непрестанно призывать Господа Иисуса, тогда огонь святой благодати простирается и на внешнее чувство сердца, ощутительно поедая тернии человеческой земли, отчего и бесовские советы и внушения далеко негде останавливается от того места, где сердце с благодатью, лишь слегка затрагивая страстную часть души. Когда же человек подвигами во все облечется добродетели во все и особенно в совершенную нестяжательность, тогда благодать все естество его озаряет в глубочайшем некоем чувстве, возгревая в нем теплейшую любовь к Богу. Тогда и стрелы бесовские угасают еще вне телесного чувства, так как веяние Духа Святого сердца наполняет глубоким миром. Огненные же стрелы бесовские погашают, еще когда они несутся по воздуху. Впрочем, и в эту меру достигшего попускает иногда Бог подвергаться злому действию бесов, оставляя тогда ум его неосвященным, чтобы самовластие наше не было совершенно связано узами благодати, не только того ради, что грех должен быть побежден подвигами, но и того, что человеку еще и еще надлежит преуспевать в духовной опытности. Ибо что почитается совершенным в обучаемом, то несовершенно в сравнении с богатством обучающего Бога, в ревнующей о преуспеянии любви, хотя бы кто, трудясь над этим преуспеянием, зашел на самый верх показанной Якову Лествицы. Сам Господь говорит, что сатана спал с неба, чтобы не видел безобразной сей обиталище святых ангелов. Как же он неудостаиваемое общение с добрыми рабами Божьими может иметь общение с Богом, обиталищем ум человеческим? Если и скажут, что это бывает по попущению, то этим не представить ничего доказательного, ибо попущение обучительное никак не лишает душу Божественного Света. Бывает же при этом только то, что благодать, как я уже говорил, скрывает от ума свое присутствие, чтобы горечь и бесовскую подвигнуть душу со всем страхом и великим смирением взыскать помощь от Бога, испытывать в себе злое действие врага, так мать, дитя свое, бесчинствующее по нехотению подчиняться уставам млекопитания, на краткое время спускает из объятий своих, чтобы оно, убоявшись окружающих его безобразных чужих людей или зверей каких-либо, в страхе великом и слезах, в матерне опять потянулось возвратить все объятия, по отвращению же Божию бывающее попущение душ в душу, не хотящий иметь Бога в себе, предает бесам как бы связанную, но мы не подметное чадо, но как веруем есть истинное детище Божией благодати, редкими попущениями и частыми утешениями ею млекопитаемое, да под действием таковое ее к нам благостынь и доспеем прийти в мужа совершенного в меру возраста полного Христова. Попущение обучительное сначала поражает душу великой скорбью, чувством унижения и некоторой меры безнадежия, чтобы подавить в ней тщеславие и желание изумлять собой и привезти ее в подобающее смирение, но тотчас потом наводит оно в сердце умиленный страх Божий, слезный исповедь и великое желание добрейшего молчания, а оставление по отвращению Божие бывающее оставляет душу самой себе и она исполняется отчаянием и неверием надмением и гневом надлежит же нам зная то и другое попущение и оставление во время их приступать к Богу сообразно со своими со свойствами каждого из них там благодарение и обеты должны мы приносить ему как милостиво наказывающему необузданность нашего нрава лишением утешения чтобы отечески научить нас здраво различать доброе от худого а здесь непрестанное исповедание грехов непрерывные слезы и большие уединения да хотя таким приложением трудов возможен умолить и преклонить Бога презреть как прежде на сердца наши ведать впрочем должно что когда при обучительном попущении бывает у души сатаной борьба схватки лицом к лицу тогда благодать хотя скрывает себя но неведомым помоганием содействует душе что упоказать врагам ее что победа над ними есть дело одной души так как когда кто в зимнюю пору стоя на открытом где-нибудь месте обратиться лицом к востоку в начале дня передние его части все обогреваются солнцем а задние части его все остаются непричастными солнечной теплоты потому что солнце тогда бывает не над головой и его так бывает и с теми которые находятся еще в начале духовной деятельности именно сердце их отчасти согревается иногда святое благодатью почему ум их начинает тогда плода приносить духовное мудрование но внешние части сердца их все еще остаются мудрствующими по плоти потому что не все еще части сердца в глубоком чувстве озаряются святым светом благодати чего некие не понимая придумали будто в уме подвязающихся находятся два лица взаимно друг друга противоборствующие вот отчего и случается что душа в одно и то же время помышляет и доброе и худое подобно тому как в предложенном выше примере человек в одно и то же мгновение ощущает прикосновения и холода и теплоты ибо ум наш с тех пор как соскользнулся в действенность ведения в двойственность ведения нуждение некое имеет хотя бы не хотел в одно и то же мгновение помышлять худое и доброе особенно у тех которые достигают тонкости рассуждения Почему как ни старается он всегда помышлять доброе, тотчас припоминается ему и худое, потому что память человеческая от преступления Адамова как-то разделилась на двоякое помышление. Но если мы с горячей ревностью начнем исполнять заповеди Божии, тогда благодать, освящая все наши чувства в глубоком некоем ощущении, будет попалять все наши греховные воспоминания, сердце же наше, услаждая неким миром любви непристающей, будет приучать нас к тому, чтобы помышлять духовное, а не плотское. Все очень часто случаются с приближающимися к совершенству, которые непрестанно имеют в сердце в своем память о Господе. Два блага подает нам святая благодать через возрождающее нас крещение, из которых одно безмерно превосходит другое. Но одно подает оно тотчас, именно в самой воде обновляет и все черты души, составляющие образ Божий, просветляет. И так, когда ум начнет с великим чувством вкушать благо Всесвятого Духа, тогда ведать мы должны, что благодать начинает как бы живописать на чертах образа Божия, черты Богоподобия. Ибо как живописцы сначала одной и какой краской начертывают образ человека, а потом, мало-помалу краску за краской накладая, представляют образ того, кого живописуют, сходный с ним даже до волосов. Так и святая благодать Божия сначала через крещение восстанавливает в человеке черты образа Божия, поставляя его в то состояние, в котором он был, когда был создан. А когда увидит, что мы всем произволением вожделеваем красоты подобия Божия и стоим ноги и небоязненные в ее детилище, мастерской, тогда добродетель за добродетелью рассвечивая в душе и от славы в славу лик ее возводя. Придаем ей черты подобия Божия, причем чувство показывает, как отображаются в нас черты Богоподобия. Совершенство же Богоподобия узнаем из просвещения благодатного. Ум, преуспевая в некой мерности и неизреченной гармонии, чувством восприемлет все добродетели. Но любви духовной никто не может стяжать, если не просветиться Святым Духом во всей полноте ощутительно. Ибо если ум не приимет от Божественного Света совершенного Богоподобия, то хотя он все другие добродетели возыметь может, по совершенной любви остается еще непричастным. Потому что только тогда, как человек совершенно уподобится Божией добродетели, говорю о вместимом для человека подобии Богу, носит он и подобие Божественной любви. И, как когда пишут с кого портрет, самая приятная из красок краска и самая нужнейшая из черт, черта, будучи приложена к нарисованному лику, делают его даже до улыбки, совершенно похожим на того, кого живописует. Так и когда Божественная благодать живописует в ком Богоподобие, светлая черта любви, будучи приложена, показывает, что черта образа Божия всецело возведены. Черты в благолепие Богоподобия и бесстрастие, ощущение свободы от страстей, никакая добродетель не может доставить душе, кроме единой любви, ибо исполнение закона – любовь. Так что, хотя внутренний наш человек каждодневно обновляется вкушением любви, в полноту же возраста приходит только вместе с полным совершенством любви. 90. Дух Святой в самом начале преуспеяния, если человек горячо возлюбит добродетель Божию, дает душе полным чувством и удостоверительно вкусить сладости Божией, чтобы он точно и определительно познал, сколь велик плод боголюбивых трудов. 90. Но потом надолго скрывает богатство этого животворного дара, чтобы мы, хотя во всех преуспеем, добродетели, думали о себе, что мы ничто, потому что не видим в себе, чтобы святая любовь обратилась у нас в постоянный нрав. 90. Ибо в ту пору бывает, что бес нелюбие иногда с такой силой налегает на души подвязающихся, что они неприязненно относятся даже к тем, которые любят их, и даже во время приветствия и целования держат это притворное действие неприязни. 91. От этого душа сильно скорбит и болезнует, что тогда, как в памяти носит любовь духовную, сознает обязательства любви, не может возыметь ее в чувстве, по причине, как ей кажется, недостаточности совершеннейших трудов. 91. Почему необходимо нам пока нуждением насильственным заставлять себя совершать дела любви, чтобы таким образом достигнуть вкушения ее, и полным чувством с удостоверительным удовлетворением, в совершенстве же никто из сущих в оплоти сей не может стяжать ее, кроме тех святых, которые дошли до мученичества и совершенного исповедания, 92. Чего достигший совершенно изменяется и даже к пище неохотно приступает, ибо у питаемого божественной любовью какое еще может быть похотение благ мира сего? 93. Всего ради премудрый Павел, сие великое вместилище ведения, благовествуя нам о будущих утешениях, праведных по собственному в том удостоверению, говорит, 94. Царствие Божие не пища и питье, но правда, мир и радость во Святом Духе, которые суть плод совершенной любви. 95. Таким образом, часто здесь вкушать действия любви могут преуспевающие в духовной жизни. 95. В полном же совершенстве стяжать ее никто не может, если у него наперед не будет совершенно пожрано мертвенное жизнью. 2 Коринфянам 5.4 Поведал мне некто из ненасытимо любящих Бога, когда я возжелал ощутительно изведать любовь Божия, даровал мне это в полном чувстве и удовлетворительности благие Господь. 3. Я в такой силе чувствовал действие это, что душа моя тогда желала с неизвеченной некой радости и стремительности выйти из тела и отойти ко Господу и совсем забыть чин всей привременной жизни. 4. И всякий, испытавший действия такой любви, хотя бы тысячи обит и лишений потерпел от кого, не гневается на него, но остается душевно прилепленным к оскорбляющему и обижающему его. 5. Возгорается же он ревностью только против тех, которые на бедных нападают или на Бога глаголят неправду, как говорит Писание, или иначе, как живут недобре. 6. Ибо любящий Бога много более себя или совсем не любящий себя только Бога одного, уже не заступается за свою честь, а одного того хочет, чтобы почитаема была правда почтившего его честью вечную. 7. И этого желает он нелегким, каким и скоро приходящим желанием, но имеет такое расположение в качестве неизменного нрава по причине полного вкушения любви к Богу. 8. К тому же, верить надлежит, что Богом возбуждаемой к такой любви бывает выше самой веры во время такого действия в нем любви, как уже в чувстве сердца полной любови держащей чтимого верою. 9. Это ясно указывает нам святой Павел, когда говорит, ныне пребывает вера, надежда и любовь все и три, но любовь из них больше. 10. Ибо кто держит, как я сказал, Бога в богатстве любви, тот в то время бывает гораздо больше своей веры, как сущий весь в любви. 11. Действие святого ведения по свойству своему немало скорбеть заставляет нас, когда по некоему раздражению, досадив кому-либо, соделывает его врагом себе. 12. За это оно никогда не перестает уязвлять совесть нашу, пока посредством объяснений и извинений не успеем возвести оскорбленного в прежнее к нам благорасположения. 13. С особенной же силой такое сокрушение проявляется, когда кто из людей мира сего прогневляется на нас, хотя бы то и неправедно. 14. Это крайне тяготит нас и озабочивает, так как всякое мы послужили ему в соблазн и преткновение. 15. От сего и ум наш тогда оказывается неспособным к богословствованию, потому что ведение по существу своему, суще всецело любовью, не попускает мысли нашей расшириться в порождение божественных созерцаний, если наперед не восприимет опять в любовь и неправедно гневающегося на нас. 16. В случае, если тот не хочет этого или удалился от наших мест, надлежит нам, приявно чертане лица его в свое благорасположение, с нездерживаемым излиянием души, так во глубине сердца исполнить закон любви. 17. Ибо тем, которые желают иметь ведение о Боге, должно и лица неправо гневающихся представлять в уме с безгневным помыслом. 18. Когда же это будет, тогда ум не только в области богословия станет непогрешительно вращаться, но и в деле любви с полным дерзновением возвысится, как бы восходя со второй степени на первую. 19. Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пристрашным, не потому, чтобы он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева матерни привыкает жить пространно в удовольствиях, а для тех, которые успели пройти уже до середины его, он является весь благим и отрадным. 20. Ибо когда недоброе стремление наше бывает подавлено добрыми навыками, тогда вместе с этим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях, вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей. 21. Поэтому Господь, выводя нас на путь спасения, говорит, что тесен и прискорбен путь, вводящий в жизнь, и мало тех, которые идут им. 22. К тем же, которые со всем рвением желают приступить к хранению святых его заповедей, говорит он «Иго мое благо и бремя мое легкое». 23. Предлежит же нам в начале подвига нашего на силу и мою некую волю исполнять святые заповеди Божии, что у благих Господь, увидев доброе намерение наше и труд, даровал нам готовность и вольную волю, с удовольствием прочее покорствовать преславным его волением. 24. От Господа же уготавляется хотение. Притча 8.35. После чего начнем уже мы с великой радостью совершать непрестанно благое. 25. И тогда воистину вочувствуем, что Бог есть действующий в нас, и что нам желать и делать по Его благоволению. 25. Филиппийцам 2.13. Пункт 94. Страница 67. Третий том добротолюбия. Блаженного диадоха. Подвижническое слово. 25. Как неразогретый и неумягченный воск не может добре отпечатлеть налагаемую на него печать, так и человек, если не будет искушен трудами и немощами, не может вместить печати добродетели Божией. 26. Поэтому Господь говорит Божественному Павлу, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. 27. Сам же апостол так хвалится, говоря, для меня же лучше хвалиться немощами моими, да вселится в меня сила Христова. 28. Также и в притчах написано, кого Господь любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. 29. Апостол немощами называет восстание врагов Креста, которые часто тогда случались и с ним, и со всеми святыми, чтобы не превозносились, как говорит он, при избытком откровений, но более пребывали через смирение в образе совершенства, преподобно сохраняя божественный дар через частое уничижение. 30. Мы же немощами называем лукавые помыслы и телесные стропотности, ибо тогда телеса святых, подвязавшихся против греха, будучи предаваемы смертоносным уязвлением и разным другим прискорбностям, были много выше страстей через грех, превшедших в естество человеческое. 31. Ныне же, когда о Господе множится мир в церкви, необходимо тело подвижников благочестия искушать частыми стропотностями, а душу лукавыми помыслами, особенно тех из них, у которых ведение сильно действенно со всяким чувством и удостоверением, 32. Чтобы они и тщеславие с высокоумием не подпали, и могли ради великого смирения вместить, как я сказал, в сердцах своих печать божественной красоты по слову святого пророка «Знаменность она нас в свет лица Твоего, Господи». Псалом 4, стих 7.